Друзья, всем привет! Меня зовут Юля, вы на моем канале Сладкий Персик, и сегодня у нас будет сразу три классных завтрака. Я вам покажу свои любимые, какие вы узнаете в видео, поэтому обязательно смотрите это видео до конца. И мы с вами начнем с самого простого завтрака, самого быстрого. Ингредиенты к нему нужно подготовить с вечера. Нам понадобится зеленая гречка. Я ее с вечера замочила холодной водой и оставила в холодильнике. Она у нас размякла, и теперь ее не нужно варить, мы ее сразу будем использовать в рецепте. А вот дальше нам понадобится все, что есть у вас в холодильнике. Вы можете брать сезонные фрукты или ягоды, можете взять даже, например, какие-то овощи, если вы хотите делать блюдо не сладким. В общем, здесь работает ваша фантазия. Я очень люблю инжир, сейчас сезон инжир, он очень вкусный, поэтому я буду добавлять его. А еще возьму орехи, у меня кешью, и тыквенные семечки. То есть, по сути, это такое блюдо-конструктор, которое вы можете собирать по своему вкусу. Что мы с вами делаем? Мы берем замоченную гречку. У меня, кстати, гречка была зеленая, но говорят, что с обычной тоже можно так сделать. Я не пробовала. Мне зеленая именно на завтрак нравится больше по вкусу, потому что она такая нежная, ну и как минимум необычная. Складываем гречку в блендер. У меня вот такая вот насадка-измельчитель. В принципе, вы можете взять обычную погружную насадку с ножами и измельчить гречку прямо здесь. Делайте это, как вам удобно. Мне кажется, в измельчителе как-то побыстрее, попроще. Мне так больше нравится. И, кстати, для рецептов я использую блендер Браун. Вот этот вот. Вы у меня часто видели его в рецептах, и купить его можно со скидкой по моему промокоду BROWNPERSIC. Ссылку на блендер я оставлю в описании к этому видео. Гречку переложили. И теперь мы закрываем блендер крышкой и измельчаем просто до однородного состояния. Розетку надо включить. Так. Буквально 30 секунд. И посмотрите, гречка у нас стала вот такого вот красивого белого цвета. Она стала воздушная. Вообще поменяла абсолютно консистенцию. И теперь мы ее перекладываем в миску, в которой будем подавать наш завтрак. По поводу промовки. Я здесь использую, в принципе, все на глаз. А эта гречка у меня была в пакетике. То есть я открыла вот этот пакетик для варки, выспала гречку в миску, залила водой. Ну, воды тоже, чтобы она гречку немножко покрывала. И все. И мне кажется, что вот это вот блюдо можно разделить на двоих, потому что гречка очень сытная. У нее есть и белок, и полезные клетчатки, и много витаминов. И для завтрака она просто отлично подходит. Дальше мы берем, нарезаем инжир. Я знаю, что не все любят есть кожур от инжира. Это для меня было открытием. Я режу прям с кожурой. Если вы не любите, конечно, можете его каким-то образом очистить. Я, правда, такого никогда не видела. Но муж у меня, например, не любит есть персики, потому что они волосатые. Поэтому у людей, которые не любят есть инжир с кожурой, я тоже могу понять. Смотрите, какая красота. Просто свежий, сладкий. Обожаю. Перекладываем теперь инжир в нашу тарелочку. Постараемся сделать это красиво. И теперь мы сюда же в миску насыпаем наши орехи. Напомню, что у меня кешью и тыквенные семечки. И еще раз скажу, что вы можете использовать любые абсолютно наполнители, которые вам нравятся. Вы можете посыпать кокосовой стружкой, можете посыпать грецким орехом, можете вообще орехи не добавлять. Можете добавить обычные семена подсолнечника. В общем, здесь экспериментируйте, подбирайте на свой вкус и пробуйте, что вам больше понравится. Насыпаю кешью. И тыквенные семечки. Все, наш завтрак готов. Посмотрите, мы потратили утром буквально, наверное, минут 7. Я точно не засекала, но 7-10. Это просто суперудобно. Наверное, даже удобнее, чем овсяная каша в банке, которая сейчас очень популярна. Я, кстати, ее тоже обязательно вам сниму. Вот такой у нас получился завтрак. И пробовать мы будем попозже. Сейчас мы сразу переходим к второму рецепту. Второй рецепт – это что-то среднее между оладьями и сырниками, потому что мы будем готовить сырники. Но сделаем их из мягкого творога. Поэтому по консистенции они на сырники немножко не похожи. Назовем их оладушки. Мы открываем мягкий творог, любой, главное, чтобы он был без добавок. И отправляем его в миску. Я беру две упаковки творога по 120 грамм. И завтрак у нас получится тоже на двоих. Потому что мы с мужем обычно едим вместе. Правда, сначала завтракаю я, а где-то через часа полтора завтракает он. Но я ему все время сразу готовлю. Готовлю, кладу на тарелочку, оставляю на столе. И когда он соберется есть, он просто берет уже готовый завтрак и кушает. Дальше мы добавляем в творог сахар. У меня здесь одна столовая ложка. Можно даже чуть поменьше. Смотря, насколько вы любите сладкое. И я в этом рецепте специально не заменяю сахар на какой-нибудь там сироп топинамбур или сахарозаменитель другой. Потому что я считаю, что в сахаре, если у вас нет противопоказаний, ничего абсолютно страшного нету. Главное, чтобы вы эти оладьи не пили, не ели точнее с чаем, в который еще положите 4 столовых ложки сахара. Тогда как бы ничего страшного. Дальше мы разбиваем сюда одно яйцо. У меня яйцо довольно крупное, поэтому одного будет достаточно. Сейчас мы это все перемешаем с помощью ложки просто. И потом добавим муку. Муку можно использовать абсолютно любую, но мне кажется, что рисовая сюда подойдет лучше всего. Именно рисовую я использую для сырников. В принципе, больше я никуда ее не кладу. Говорят, что прикольно она получается в панировке, не пробовала. Но вот в сырниках, в сырнике, в общем, и рисовая мука, это просто что-то очень вкусное. Обязательно попробуйте. Перемешиваем легонечко. И сейчас будем добавлять муку и вымешивать уже венчиком. Или вы можете, если у вас миска большая и порция большая, снова взять наш прекрасный блендер. Вот он у нас здесь стоит. Насадку венчи к нему и воспользоваться им. Но для маленькой порции, в принципе, можно перемешать вручную. Так, кладем рисовую муку. Я пока что положу 3 столовых ложки, перемешаю и посмотрю на консистенцию. Потому что мука тоже бывает разная, творог бывает разной жирности, яйца тоже бывают разные по размеру. Поэтому точное количество муки для рецепта написать очень сложно. Все равно остается какая-то погрешность плюс-минус. Перемешиваем. Я так думаю, что еще 1 столовой ложки, ну давайте 1,5 положим. То есть получается 240 грамм творога и 3-4,5 ложки рисовой муки, 1 яйцо. Снова перемешиваем. Вот уже хорошая консистенция, посмотрите. Примерно вот так вот должно получиться. То есть тесто с ложки скорее спадает, а не стекает. Тогда оладьи у нас, оладьи сырненькие, получатся пышными. Все, можно готовить. Готовить оладьи мы с вами будем на вот этом прекрасном гриле браун. Вы его тоже у меня в рецептах много раз видели. У меня здесь, как вы видите, уже стоят эти вот ровные плиты с ровной поверхностью. Есть еще плиты для приготовления вафель и ребристые плиты, на которых классно жарить, например, арбуз на гриле. Мы недавно его выкладывали на канале. Или классические стейки из рыбы или из мяса. Нам с вами сейчас нужно включить гриль, выставить нужную температуру и подождать прям несколько минут, пока гриль у нас нагреется. Если честно, я иногда забываю, на какой температуре готовить конкретные блюда, потому что насадок этих вот плит несколько. Блюд мы готовим на нем тоже очень много. И я пока еще вот это все не запомнила. Но можно зайти в приложение. Приложение называется Brown Cooking. И посмотреть, напомнить себе. Вот я, допустим, выбираю панкейки. И смотрю, что готовить их нужно при температуре 180 градусов. То есть мы сейчас с вами гриль включаем и выбираем нужную температуру. Готовить мы с вами будем сразу на двух плитах, поэтому вторую мы тоже включаем на 180 градусов. Обращаю ваше внимание, что готовить можно здесь как на двух плитах, так и на одной. Просто тогда мы разогреваем только нижнюю или только верхнюю плиту. Плиты у нас с антипригарным покрытием, но я все равно немножечко смажу их маслом. Не буду прям вот лить. Воспользуюсь силиконовой кисточкой. Потому что масло не только не дает блюду пригореть, но еще и делает его вкуснее. Все-таки вкусное блюдо без масла сложно приготовить. Можно, конечно, но с маслом мне кажется, что получается вкуснее. Посмотрите, у нас масло совсем прям немножечко. Кисточка силиконовая очень в этом плане помогает. И все. И ждем, когда наши панели нагреются. Гриль у нас пропищал, очень быстро нагрелся. И мы с помощью столовой ложки выкладываем наши оладьи. Немножко стараемся разровнять. Я, честно сказать, такие готовлю первый раз, поэтому, вероятно, они у меня по форме получатся не очень красивые, но главное, чтобы вышло вкусно. Пробую с вами вместе. Выкладываем все тесто, чтобы у нас ничего не осталось, потому что тесто очень вкусное. Помогаем себе второй ложкой. И ждем. Потом оладушки мы перевернем на другую сторону, и они у нас с той стороны тоже пожарятся. Вот я вижу, что первый уже как будто бы у нас хорошо поджарился. Сейчас мы попробуем его перевернуть. Ага. Очень быстро они готовятся. Я только что выложила оладьи на вторую плиту, они уже на первую уже подрумянились. Смотрите, какая красота получается вообще. Перевернули оладушки, ждем буквально пару минут. Смотрим, чтобы они у нас не пригорели. Кстати, у гриля есть таймер. Если вы боитесь забыть перевернуть оладьи, можно вот здесь вот поставить таймер. Так как я здесь стою, я за ним пристально наблюдаю, поэтому сейчас таймером я не пользуюсь. Но когда готовлю стейки, я всегда использую либо термощуп, который в комплекте есть у этого гриля, либо включая таймер. Еще раз, переверну на всякий случай, чтобы они у нас приготовились внутри, потому что оладьи достаточно крупные, точнее крупные, высокие. И нам нужно, чтобы у них получилась красивая румяная корочка, и внутри они тоже успели дойти. Вот этот вот уже начал пригорать, поэтому прям смотрим и вовремя их, если что, переворачиваем. Я один оладушек сняла, разрезала, попробовала. Он готов, поэтому остальные я тоже снимаю аккуратненько. Они у нас как раз немножечко остынут. Мы как раз с вами приготовим третий завтрак, и потом все это вместе попробуем. Но я уже знаю, что это вкусно. Я же откусила маленький кусочек. Мне кажется, как и обычные сырники, их вкусно будет подавать со сгущёнкой, с какими-то свежими фруктами, со сметаной, с вареньем, в общем, с чем угодно, что у вас найдется в холодильнике. И даже с мёдом, кстати, будет хорошо. Посмотрите, какая у нас получилась красота. Мне кажется, это даже выглядит прям вот очень аппетитно. Смотрите, следующий рецепт у нас тоже будет на этом же гриле, но с другими панелями. Мы будем готовить вафли необычные, очень вкусные, поэтому обязательно его посмотрите. Мы с вами гриль выключаем, и сейчас поменяем панели. Панели здесь меняются очень легко. Нажали кнопку и сняли. Я пользуюсь рукавичками, потому что панели у нас ещё до конца не остыли. И со второй панелью то же самое. И снимаем. И теперь так же легко устанавливаем панели для вафель. Ставим. Всё, встало. И вторую так же. Ставили. Нажали. Всё стоит. Гриль мы с вами подготовили. Включим его чуть позже. И сначала нам нужно с вами измельчить кабачок. Это, конечно, можно сделать на обычной тёрке. Но зачем, если у нашего прекрасного блендера есть насадка комбайн. Мы берём вот такую вот тёрку. Посмотрите, она такая среднего размера. Даже, можно сказать, мелкая. Устанавливаем всё как нужно. И комбайн нам сейчас всё натрёт без нашей практически помощи. Такой вот чудесный блендер. Напомню, который можно приобрести со скидкой по моему промо-коду. Так, мы нам повернуть, чтобы вам было видно. Вот так, наверное. Хорошо. Всё, давайте теперь готовить. Смотрите, здесь у нас есть отверстие, в которое мы опускаем наши продукты. Если продукты слишком толстые, их вот так вот можно разрезать вдоль на две половинки. Поехали. И толкателем будем. Вы когда-нибудь видели, чтобы продукты так быстро натирались? Просто пассеяние на кухне. Вы не представляете, как удобно резать окрошку или какой-нибудь салат оливье на Новый год. Это вообще, потому что у этого блендера есть ещё насадка кубикорезка, которая нарезает продукты кубиками. Я теперь салаты резать обожаю, раньше не любила. Итак, мы, значит, всё измельчили. Теперь мы открываем блендер, и нам нужно немножечко отжать кабачок от сока. Для кабачковых оладьев я так не делаю. Мне больше нравятся такие сочные оладьи. Многие просто в комментариях писали, что кабачок нужно обязательно отжимать. Это не обязательно, это дело вкуса. Но вот для вафелек лучше, конечно, отжать. Хочу вам показать, как комбайн нам натер кабачок. Посмотрите, от тёрки вообще не отличишь. Очень-очень профессионально получилось, лучше, чем у меня. Теперь мы перекладываем... А смотрите, что мы делаем. Это я бегу вперёд. Мы берём миску, на неё вот так вот кладём сито. И в сито мы складываем наш натертый кабачок. Нарезанный, если правильнее говорить. Перекладываем. Аромат такой классный. Я вообще, честно, удивляюсь людям, которые не едят кабачок. Ну, я их понимаю, потому что у нас у всех разные вкусы. Но мне просто кажется, что кабачок настолько универсальный продукт, с ним можно столько всего вкусного сделать. И есть у меня подозрение, что люди, которые кабачки не любят, они просто как-то не так их готовили. Вероятно, они их пробовали, может быть, только жареные с майонезом. Или какие-то, не знаю, может быть, сырые. Хотя сырые кабачки тоже вкусные. В общем, если вы их угостите таким вафлями, мне кажется, они в кабачки влюбятся заново. Кабачок выложили. Теперь нам нужно его посолить. Это делается не только для вкуса, еще и для того, чтобы кабачок дал сок. Потому что, когда мы солим, сок выделяется намного быстрее. И, собственно, по этой же причине мы стейки, когда жарим, мы их не солим перед жаркой, мы их солим уже по готовности, когда их кладем на тарелку, чтобы они получились мягкие. Посолили. Так вот перемешиваем. И оставляем буквально минут на пять, чтобы кабачок у нас дал сок. Ждем. У нас уже сок начал выделяться. Вот так периодически помешиваем, даем соли поработать. И пока у нас это все стоит, давайте с вами разогреем гриль. Мы его включаем. И смотрите, мы поставили вафельные панели. У нас гриль умный, поэтому сейчас он вместо температуры выдает нам уровни, как бы уровни прожарки вафель. Я люблю готовить на третий, чтобы у нас вафли получились такой красивой корочкой. И выставили. Включаем, ждем, когда гриль у нас нагреется. Снова я беру силиконовую кисточку, самое обычное подсолнечное масло, и вот так вот легонечко прям смазываю наши плиты, пластины, чтобы вафли у нас получились вкуснее и не пригорели. Масло я не лью, я прям вот беру на кончик и чуть-чуть прям смазываю. Помогаем нашему кабачку. Вот так вот нажимаем ложкой. Посмотрите, как много сока он отдает. Сок такой красивый, зеленый. И кабачки у нас получатся не такие нежные, как с соком, но зато они не растекутся. Для вафель это, конечно, важно, чтобы вафли у нас получились ровные и красивые. Еще перемешиваю и еще немножко отжимаю. Весь сок, конечно, тоже отжимать не нужно, потому что все-таки он дает тоже вкус кабачку. Так вот слегка, просто лишнюю влагу убрали, и все, можно готовить. Гриль пропищал. Сейчас мы тесто быстренько замесим и будем жарить вафли. Я сок вылила из миски. Отправляю сюда наши кабачки. Вторая панель нагрелась уже, как слышите. Дальше мы добавляем муку. У меня здесь лежит 4 столовых ложки. Я буду добавлять постепенно, чтобы не сделать тесто слишком густым. Сначала добавлю 3. Вот так. И разобью одно яйцо. Сейчас мы с вами замесим и посмотрим на консистенцию. Если захотим, добавим еще ложечку муки. Перемешиваем. Просто столовой ложкой. Чтобы все ингредиенты у нас между собой смешались. Мне кажется, что можно еще добавить вот одну столовую ложку муки. И будет просто идеальная консистенция. То, что нужно. Тесто замесили и идем жарить вафли. Выкладываем их столовой ложкой вот так вот на нижнюю панель. Распределяем. Главное, лишнего тоже не класть, потому что мы верхнюю панелью накроем. Если тесто будет слишком много, оно у нас вылезет за края и получится не очень красиво. И, в принципе, кабачковые вафли не обязательно должны быть идеальные по форме. Все-таки это не такое привычное тесто, которое льется, когда его можно аккуратно налить с помощью дозатора, который в комплекте идет, и распределить хорошо. Здесь как бы есть доля хаоса и немножко доля творчества. Накрываем. И ждем. Я открою гриль через 5 минут. Здесь можно поставить таймер. Проверю вафли. Так вот аккуратненько подниму. Если нужно, поставлю еще на 5 минут. Ну что, посмотрим. В принципе, они практически готовы, но я бы еще на пару минут бы поставила, на всякий случай. Ну что, наши вафельки готовы. И сейчас я это опущу, чтобы мне удобнее было снять. Смотрите, лайфхак. Я приноровилась снимать вафли вот этими вот деревянными палочками для суши. Очень удобно. Именно вафли. Все остальное можно просто лопаточкой. А вафли прям классные, имейте в виду. Ой. Вот аккуратненько. И переносим на тарелку. Все. Готово. Вафли у нас готовы. И теперь я предлагаю их немножко украсить и дополнить. Мы с вами берем любой сливочный сыр без добавок. У меня вот здесь вот крем-чиз. Можно брать просто творожный сыр. Можно взять, например, ликотту или даже маскарпоне. Вот так вот немножечко выкладываем на наши вафельки сверху. Потом при желании ножом можно будет это все размазать. Мы пока просто украшаем для подачи. Дальше мы берем красную соленую рыбку. Так вот тоже рядышком кладем ее. Можно порезать на кусочки поменьше. здесь, как вам больше нравится. И посыпаем тыквенными семечками. Все, готово. Посмотрите, какая красота. Даже не скажешь, что это вафли из обычного дешевого кабачка, который есть сейчас у каждого, наверное, в холодильнике. Ну что, смотрите, какие классные у нас получились завтраки. Я напомню, у нас здесь, я не знаю, как это назвать, бол из гречки с орехами, тыквенными семечками и инжиром, который делается просто буквально там за 5-7 минут. Сырненькие оладьи из мягкого творога и кабачковые вафли. Мы их украсили красной соленой рыбой, сливочным сыром и тыквенными семечками. Посмотрите, какая красота. Напомню, что все эти три блюда мы приготовили на электрогриле Браун и на блендере Браун. Обзоры на эту технику у меня есть на канале и в видеоформате, и в текстовом формате. Обязательно оставлю ссылки на них в описании к этому видео. Кому интересно, зайдите, посмотрите. Я обожаю эту технику, она часто встречается у меня в рецептах. Вы наверняка ее много раз уже видели. Без блендера я вообще обойтись не могу, потому что я его использую практически в каждом своем втором рецепте. Не только когда снимаю, но и когда просто дома на кухне готовлю вне кадра. Там есть и насадка венчик, и погружная насадка, с помощью которой можно сделать суп-пюре. И как вы сегодня видели, насадка-измельчитель и даже кухонный комбайн. Даже натирать ничего не нужно, все это можно сделать с помощью блендера. Гриль мне тоже очень нравится. Вы тоже часто видели у меня его в рецептах. Я на нем тоже готовлю не только для съемки, но и просто так. Напомню, что у него есть три панели. Ровные панели для вафель и панели такие ребристые, на которых можно жарить стейки. То есть он тоже очень многофункциональный, панели легко меняются, легко моются. И завтраки, не только завтраки, вообще все блюда на нем делают очень быстро. Мы сегодня с вами вафли на нем пожарили за 7 минут. Не забывайте пользоваться моим промокодом BROWNPERSIC. Он дает скидку на покупку вот этой замечательной техники BROWN. Ссылку на гриль и на блендер я оставлю в описании к этому видео. Покупайте себе, готовьте с удовольствием, или берите в подарок. Ну, а мы теперь пробуем то, что мы сегодня с вами сделали. Начну я с гречневой каши или боула. Возьму так вот, чтобы был и инжир, и орешки. Очень вкусно. Знаете, мы сюда с вами сахар не добавляли, но из-за того, что сейчас сезон инжира, инжир очень спелый, очень сладкий, и сахар, на мой взгляд, здесь не нужен. Но если вы захотите подсластитель, у вас фрукты будут не такие вкусные, можно добавить любой сироп или просто сахар, на этапе, когда вы будете гречку в блендере измельчать. Теперь попробуем наш сырник-панкейк. Вот так вот рукой прям возьму. Ммм, тоже классно. Я напомню, что эти панкейки мы с вами сегодня готовили первый раз, и этот рецепт давно для себя сохранила, немножко его под себя отредактировала, и сегодня попробовала сделать, и я вам скажу, результат, правда, очень классный. Это на самом деле что-то среднее между сырниками и оладьями. Очень творожная, но в то же время очень однородная консистенция. И теперь попробуем вафельку с кабачка. Это мой любимый завтрак, я уже не первый раз их готовлю, честно сказать, и это правда очень вкусно. Сейчас отрежем, немножечко творожного сыра намажем, и возьмем рыбку. Так вот так вот сверху положим ее, пробуем. Ммм, у меня нет слов, это очень вкусно. Мне кажется, вот красной рыбой с сливочным сыром кабачок сочетается просто идеально. Лучше, наверное, сочетания для кабачка не придумать, но это опять-таки на мой взгляд. Обязательно попробуйте приготовить такие вафли и именно так их сервировать. Я уверена, вы для себя откроете совершенно новый вкус кабачков. Спасибо, что были сегодня с нами, посмотрели наши завтраки. Готовьте, пишите ваши отзывы в комментариях, я буду ждать. Не забывайте воспользоваться промокодом на скидку и всем пока!